Безвыходное положение было и попросили ей вернуться. Я вернулась, решила помочь родному коллективу. Роза Галямова уже давно на заслуженном отдыхе. Но когда коллектив Лайшевской газеты Камо Яга сказал ей «надо», пенсионерка тут же ответила «есть». Говорит, нас так воспитывали. Да и положение у редакции было почти безвыходное. Роза Шамилевна не просто вернулась поддержать родное издание, а одна закрыла сразу три позиции – переводчика текстов с русского на татарский язык, корректора и зама главного редактора по дубляжу. Не можем найти человека, который знает в совершенстве татарский язык. И еще молодых маловато. Из десяти сотрудников двое уже пенсионного возраста. Работать приходится много. Корреспонденты размещают материалы и в газету, и на сайт, сами делают фотографии и снимают видео. Несмотря на переработку, зарплата оставляет желать лучшего. Поэтому постепенно молодые кадры утекают в столицу. «Понимаем, что приходится очень большой объем работы делать, не за большую заработную плату, и уезжают в город, в Казань, или другие города, где стараются устроиться на более высокооплачиваемую работу». Время, как известно, летит стремительно. И понятно, кто-то должен будет прийти на смену старшему поколению. Вопрос кто? У руководителей многих районных СМИ нет сейчас четкого ответа на этот вопрос. Молодых специалистов с качественной профессиональной подготовкой все меньше. Есть и другая проблема. Не поспевает уровень подготовки молодых журналистов за современными цифровыми технологиями. И это тоже, к сожалению, печальный факт. Сегодня качественная журналистика очень серьезно отстает от реальных потребностей, возможностей, которые дают технологии. И она очень серьезно проигрывает сравнение с тем качеством, которое имела журналистика, в соответствии с ожиданиями, которые тогда были к ней, предъявлялись требования, какие к ней, которые были 20-25 лет назад. Усугубляет ситуацию и то, что в КФУ очное отделение высшей школы журналистики и массовых коммуникаций перешло на обучение по контракту. То есть главная альмаматор республики, единственная в стране, которая готовит татароязычных специалистов, теперь занимается подготовкой кадров только за деньги. На такие условия согласится не каждый. Будущим абитуриентам остается надеяться только на поддержку со стороны. Мы тогда должны сами для себя признать собственные ошибки и недостатки и должны сами начать эффективно и качественно, то есть самые недостающие нам компоненты, убеждать в том числе и решателей, что надо все-таки в это вкладываться. Есть еще один механизм, он опробирован на реальном секторе экономики очень хорошо. Это когда работодатели все-таки начинаются участвовать в процессе подготовки. Пока что к такой практике прибегнул только телеканал ТНВ. Здесь справедливо решили, стенания о кадровом голоде не помогут. Нужно самим действовать. Конкурс Альдана ТНВ, который завершился на этой неделе, как раз-таки шанс для талантливой молодежи проявить себя и стать полноправным сотрудником главного телеканала республики. Приз для победителей – целевой грант ТНВ на обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ. По итогам конкурса из 41 претендента были выбраны трое лучших. Я с пятого класса начала писать стихи, да, и вот постепенно начала, ну, рассказы тоже писать, и мне очень интересно узнавать первые новости и об этом тоже рассказать другим. Балюр-калям или хрустальное перо – и конкурс профессионального мастерства, и место встреч для всех журналистов, и, конечно, хорошее подспорье в работе. Это, я считаю, значит, оценка моего труда. Я уже 40 лет в журналистике. Это стимул для дальнейшей работы, для творческих удач. Среди обладателей хрустального пера и наши коллеги с ТНВ. Оператор Владимир Гурьянов признан лучшим в номинации «Взгляд через объектив». Главный декоратор ТНВ Альберт Гараев отмечен за вклад в развитие средств массовой информации. Бессменный ведущий детской программы «Кучтай-Нэш» Альфинур Хисамовой вручили хрустальное перо за верность профессии. Автор и ведущая популярного ток-шоу «Таяна Нактаса» Венера Аитова получила премию в номинации «Имя в журналистике». Даже слов не хватает. Потому что моя первая победа, это моя первая статуэтка, первый такой диплом большой. Я очень рада, счастлива. И, конечно, хочется сказать очень большие искренние слова благодарности и организаторам, моим коллегам. Обладателем гран-при 21-го конкурса «Хрустальное перо» стал заместитель главного редактора газеты «Ватанам Татарстан» Габдулбар Резванов. Ему вручили символ конкурса и ключи от автомобиля. Специальная номинация конкурса «Признание» в этом году присуждена государственному советнику Республики Татарстан Минтимеру Шаймиеву. Еще 20 лет назад «Хрустальное перо» собирались вручить первому президенту Татарстана, как человеку и руководителю, открытому для СМИ. Однако тогда Минтимер Шарипович убедил членов конкурсной комиссии не делать этого. И вот спустя два десятилетия председатель Союза журналистов Рима Ратникова под аплодисменты всего зала вручила Минтимеру Шаймиеву долгожданную премию в специальной номинации конкурса «Признание». Делаем одно дело. И делаем ради нашего будущего, для наших детей, за будущее и за ту дружбу, которая есть. Когда есть, надо беречь. Это наше богатство. Так что здоровья, вместе и дальше жить, работать, созидать. Зарина Ахметова, Роман Безменов. Семь дней.